МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вечерняя новость с Кариной Джалдошевой и Майкином Батербековым. Ситуация вокруг дома Атамбаева стабильная. С последними новостями наши корреспонденты. Суть над бывшими градоначальниками, подробности в наших материалах. Как и где можно отдохнуть детям во время каникул, а о безопасности детей в наших материалах? Здравствуйте. Добрый вечер. О наиболее значимых событиях расскажем здесь и сейчас. На сегодняшний день в селе Куйташ обстановка спокойная. В штабе сообщают, что двух человек из внешней охраны Атамбаева сняли. Сейчас в доме экс-президента собралось около 200 человек из числа его сторонников. Также в связи со сложившейся ситуацией дома бывшего главы государства в селе Куйташ, Аксакалы из объединения Сареозон, Чуинтымак, Бурбуру призывают кыргызстанцев сохранять мир и стабильность. Они отметили, что в ближайшее время будет создана площадка для диалога между Дженбековым и Атамбаевым. Подробности в нашем следующем сюжете. У штаба членов полицовета СДПК и сторонников бывшего президента висит большой стенд с лозунгом «Народ против беззакония». Для журналиста создан специальный пресс-центр, прибывшие сторонники бывшего главы государства. Это в основном жители Чуйской области, активисты из Нарына, Таласа и Сыкуля. Сегодняшний беспредел толкает Кыргызстан в пропасть. Какое будет завтра наше будущее? Они пришли высказать свое мнение и подняли инициативу создать народный штаб. И открыли пресс-центр для журналистов, чтобы могли оперативно передавать информацию. После того, как принято решение лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, его лишили некоторых привилегий. Одна из них – обеспечение бывшего главы государства госохраной. Стало известно, что сегодня утром Комитет национальной безопасности снял СГО. Спецслужба опровергла эту информацию. Однако сотрудники госохраны без предупреждения покинули свои места в 4.30 утра, говорят сторонники Атамбаева. ГКНБ дал комментарий о том, что государственная охрана осталась у Алмазбека Атамбаева. Но мы увидим другую ситуацию. В 4.30 сотрудники СГО оставили свои посты, и никто их не заменил. Здесь, как вы видите, собрались мужчины и женщины, которые намерены защитить Атамбаева по своей воле. Тем временем члены общественного объединения Сарой Зончу Интымак Борбору призывают решить вопрос мирным путем. Как заявили активисты, сложившаяся ситуация вокруг Атамбаева не должна провоцировать народ. И нужно решить вопрос не путем насилия, а путем правового поля. Все должны быть равны перед законом. В 2011 году мы поддержали кандидатуру Алмазбека Атамбаева. Но последние 2-3 года мы были не согласны с политикой Атамбаева. И в 2017 году на выборах мы не поддержали его команду. В последнее время идет противостояние между парламентом и Атамбаевым. В уставе нашего объединения указано, что мы должны сохранить стабильность и мир. Поэтому мы вышли на пресс-конференцию и хотели бы призвать, чтобы решали вопрос в правовом поле. Активисты также отметили, что прошло заседание Совета Аксакалов, где принято решение создать площадку для диалога между Сарумбаем Джеймбековым и Алмазбеком Атамбаевым, где примут участие по 6 человек, которые будут выступать арбитрами. Тогда сказали, давайте создадим комиссию. Эта комиссия должна пригласить потом сторонников, тех и других сторон, и им дать возможность послушать площадку. И на этой площадке они должны высказать свои аргументы, и путем диалога не дестаблизировать, а стабилизировать обстановку. В завершение выступающие обратились к кыргызстанцам соблюдать закон, напомнив о том, что народ пережил две революции и не должен повторять прошлые ошибки, не идти на поводу у провокаторов. Агирим Бараканова, Денис Курганов, 5 канал. Международным новостям. Двухдневное заседание лидеров стран группы 20 началось в Осаке. В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю и вопросы окружающей среды. Пример министра Японии Синза Абе встретил руководителя всех государств. На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогоблажения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан. В Казахстане жители города Арыс начали возвращаться домой. Об этом сообщают местные СМИ. По их словам, обратное переселение жителей пройдет автобусными колоннами. Город поделили на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов по одному на каждый дом. Во время заселения жители в дома не будут оказывать им помощь. Отметим, что очаги пожара ликвидировали, улицы очистили от снарядов, также провели дезинфекцию территории. В Ленинском районном суде Бишкека прошел процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кончбека Кулматова и Албека Ибраимова. По словам адвокатов подсудимых, обсуждение в открытом режиме эпизода по ТНК «Достан» невозможно, поскольку это режимный оборонный объект. Албек Ибраимов подтвердил, что это секретная информация и не может быть оглашена. Более того, свидетели, приглашенные на процесс, давали подписку о неразглашении. Но обвинение заявило, что ГКНБ все эти сведения рассекретил. Однако в деле подтверждающего документа, в частности о том, что свидетели могут давать показания, нет. Но председательствующий судья Конычбек Касымбеков посчитал, что разглашения государственной тайны нет. В Бишкеке машина сбила пешеходов. Водитель авто доставил пострадавшего в больницу и скрылся в неизвестном направлении. ДТП произошло сегодня в 4.30 утра. Пострадавший от полученных травм, несовместимых жизней скончался. Сотрудники отдела розыска ОБДД Бишкека по горячим следам примерно в 7 часов обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2107 в Соколокском районе. Позже был установлен и задержан 31-летний водитель. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Собранные материалы переданы в следственное управление ГОВД города Бишкек. С начала лет этого года в различных водоемах утонули 13 детей возрастом до 18 лет. Ответственные за безопасность органы призывают родители быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. К тому же сейчас летние каникулы и многие дети больше времени проводят на улице. Как о безопасности детей расскажет наш корреспондент Анастасия Кан. Начались летние каникулы. А это значит, что многие дети остаются без присмотра, пока родители на работе. Правоохранители систематически проводят мероприятия по информированию граждан. Ведь самым важным приоритетом МВД является охрана общественной безопасности. И напоминают, что не стоит забывать об элементарных правилах для сохранения своей жизни. В первую очередь быть бдительным детям, не подходить к чужим машинам, на улице не подходить к незнакомым людям. При опасности вызывать на помощь, не стесняясь кричать, помогите. Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения просит родителей проводить с детьми беседу и учить правилам дорожного движения. Со своей стороны ГОБДД проводят информативные игры для детей по всей республике. Просим родителей, чтобы они инструктировали своих детей, чтобы они не играли на проезжей части, чтобы они соблюдали правила. И чтобы родители учили своих детей элементарным правилам дорожного движения. Очень важно знать правила безопасности у воды. МЧС убедительно просит родителей не разрешать детям купаться там, где запрещено. Не оборудованные для купания водоемы опасны для жизни. Только с начала лета уже утонули 24 человека. Из них 6 – это дети до 12 лет. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики предупреждает. Те случаи, когда именно погибали дети, вот допустим, утонули или при пожаре, наши сотрудники проводили анализ таких случаев. И в большинстве случаев был такой фактор, что дети оставались без присмотра. И дети, они утонули, допустим, не в бассейне или не в тех местах, где предусмотрены именно для отдыха, для купания, а в тех местах, где водные объекты не предназначены для купания. Специалисты призывают родителей и ответственных за детей быть внимательными, не оставлять детей без присмотра и обязательно проводить с ними беседы. Анастасия Канн, Адилет Марсбеков, Пятый канал. А теперь мы переходим ко второму блоку новостей. Новая школа «Газпрома» по карману. Или горожанам там учиться, выясняли наши корреспонденты. Поддержка малого и среднего бизнеса в Ужской области. Результаты налицо, считают представители Кыргызско-Российского фонда развития. Стартовал международный фестиваль опросов мира. Президент Саурнбай Джейнбеков встретился с премьер-министром Мухаммад Калэйм Аблагазиев. В ходе встречи были обсуждены меры по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, исполнение доходной части бюджета за первое полугодие этого года, а также возможные сроки и размеры повышения пенсии и заработных плат работникам социальной сферы. Глава государства отметил, что с завершением очередной сессии Джоурку Кенеша правительству необходимо обратить особое внимание на исполнение принятых законов. В свою очередь, премьер-министр представил информацию об актуальных направлениях деятельности органов исполнительной власти по современному финансированию защищенных статей бюджета, реализации проектов инфраструктурного развития агропромышленного комплекса и другие. А за временем вице-премьер-министр Алтыная Мурбекова провела совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня принятия закона о государственном языке. Планируется проведение научно-практической конференции, молодежных акций, флешмобов, конкурсов СС среди школьников, о роли кыргызского языка в их жизни и ряд других мероприятий. Отдельно будут проводить конкурсы среди соотечественников, проживающих в различных странах мира, и международного конкурса среди акынов «Айтыж-2019». В программу празднования включено проведение республиканского фестиваля «Рдайлы Кыргыз-Рларын», где представители разных этносов иностранные граждане исполняют песни на кыргызском языке. Инновационная новая школа на 960 мест на Южном Магистале, которую построил «Газпром» для муниципалитета, возможно, станет частной. Мэрия уже подготовила проект постановления передачи в частные руки. Попасть в школу смогут только те, кто осилит ежемесячную оплату за своего ребенка более чем 20 тысяч сомбов. Это несмотря на то, что школа уже передана на баланс мэрии и изначально планировалось быть бесплатной для всех. Впрочем, последнюю точку должны поставить депутаты «Горки Неша». Тему продолжит наш корреспондент. Два бассейна, спортивные площадки и большой спортзал, искусственная гора для скалолазания, удобная для чтения библиотека. А самое главное – современные классы, оснащенные инновационной техникой. И это все в новой школе, которой нет аналогов нигде в Кыргызстане. Впрочем, скоро в этом учреждении появится обсерватория и условия для обучения детей с особенностями. Для них будут построены пандусы, отдельные туалеты и приспособленные под их нужды лифты. Впечатляет не только архитектурное строительство здания, но и ее стоимость – миллиард рублей. На основании заключенного договора «Газпром» должен был построить школу и передать на баланс мэрии города Бешкель. И данная школа по существующему меморандуму должна была быть муниципальной. То бишь, с принятием на баланс в образовании мы должны были определить ее статус через аккредитацию в Министерстве образования и назначение директора. Ну и, соответственно, предусмотрение средств в местном бюджете. Так кто же там будет учиться и будет ли школа платной? Этот вопрос интересует многих. Ведь недавно перед сдачей объекта в эксплуатацию компания «Газпром» просила вернуть его на свой баланс. Так как содержать такое инновационно-образовательное учреждение довольно дорого, и у мэрии на это нет средств. В случае же передачи в фонд «Газпрома» компания обязалась выделять 170 миллионов сом в год. В случае передачи школы на баланс «Газпрома» с 15 июля откроется электронная регистрация учеников. После этого начнется электронное тестирование. Школа примет только тех детей, которые успешно пройдут его. 75% учеников будут оплачивать учебу, а вот льготную квоту в 25% планируется передать мэрии. Из этого числа 10% составят дети из малообеспеченных семей, еще 10% – дети из ОВЗ, 5% отберут из победителей Олимпиад и отличников. Именно эти 25% учеников будут обучаться бесплатно. Итак, судьбу новой школы должны решить депутаты городского Кенеша, ведь формируют на бюджет столицы именно они. Территорию под пристройку мэрия выделила не крошечную, а целых 3,5 га муниципальной земли. Кроме того, взяла на себя прокладку всех коммуникаций, вплоть до строительства подъездных путей. Жители микрорайонов с нетерпением ждали, когда новое заведение откроет свои двери, ведь в южной части города практически нет муниципальных школ, только частные. И гражданам со средним и низким недостатком приходится отправлять детей в другие районы на учебу. Но, видимо, у чиновников планы изменились. Мирим Кадырова, Талас Аманбеков, 5 канал. С 23 по 26 июня на Иссыкуле была организована молодежная слет школы. Темой обсуждения, на котором стал «Шелковый путь» и Евразийский экономический союз, перспективы сотрудничества и роль молодых дипломатов в интеграционных процессах. По словам организатора, проект является одним из современных и своевременных шагов по развитию публичной дипломатии, который должен дать толчок развитию международного молодежного сотрудничества. Подробнее в следующем материале. На молодежной слет школе, организованной Кыргызской государственной юридической академией, обсудили тему «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза, перспективы сотрудничества и роль молодых дипломатов в интеграционных процессах. Для участия в мероприятии приехали представители порядка 10 стран. До этого три года подряд встречи молодежи проходили в других странах. В этом году Кыргызстан впервые принял участников проекта. В международную летнюю школу приехали 31, то есть участников в общее количество их 31, и приехали из семи государств. Это Российские федерации, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Молдова, Армении и, конечно, участвуют представители нашего государства. В рамках слет школы были организованы мастер-классы, презентации, культурные мероприятия, дискуссионные площадки, а также разработки и обработки новых концепций. Общественные дипломаты играют очень большую роль в мировой политике. И особенно в той мировой политике, которая грядет. Мы намечаем на международной арене выстраивание нового цивилизационного подхода, то есть новое выстраивание взаимоотношений. В мероприятии принял участие председатель попечительского совета Кыргызской государственной юридической академии профессор Канадбек Керезбеков. Участники международной школы расширили знания о методах введения публичной дипломатии, продвижения общественных интересов и стратегического управления человеческими ресурсами. Также обсудили перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере публичной дипломатии. Сегодняшняя тема очень актуальна, то есть мы будем рассматривать про проект экономический пояс щелкового пути, проект реализации «Один пояс, один путь». То есть это очень важный мегапроект для Центральной Азии, так как Центральная Азия является центром Евроазии. Поэтому я думаю, что сегодняшняя тема будет полезна не только для Центральной Азии, и для стран СНГ, так как присутствуют и представители стран СНГ. То есть мы будем обсуждать реализацию проекта «Щелкового пути». Юридическая академия проводит данное мероприятие совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. В рамках международной молодежной слёд школы функционирует Клуб общественных дипломатов, который занимается подготовкой квалифицированных кадров в сфере публичной дипломатии, мягкой силы, глобального управления, юриспруденции и связи с общественностью. Вы видите то, что мир меняется. Мы свидетели, да, свидетели то, что мир меняется, международные отношения меняются, международная политика меняется и так далее. И вот работа дипломатии сейчас, она усложняется вот этими вот событиями. Мы видим то, что информация через дезинформацию или информация через социальные сети и так далее распространяется просто мгновенно, да, по всему миру. И вот мы сейчас объединяем представителей разных стран для единого понимания, может быть, единого понимания политики, выстраивания вот этих единого отношения к друг другу. Уникальность и значимость проекта заключается в том, что он собирает молодых активных представителей молодежи и некоммерческих организаций. Проект является одним из современных своевременных шагов по развитию публичной дипломатии, который должен дать толчок к развитию международного молодежного сотрудничества. Развитие малого и среднего бизнеса – это одно из приоритетных направлений работы правительства. Так, в Ужской области благодаря Крыгызско-Российскому фонду развития граждане смогли открыть свое дело в сельском хозяйстве и строительстве. Отметим, что с начала года кредитный портфель фонда составил 338 миллионов сумм. В настоящее время одобрено 1800 проектов. Подробности в материале Миримайлы Бековой. Население Ужской области составляет почти полтора миллиона. Местные жители в основном занимаются животноводством, овощеводством и растеневодством. А также здесь наблюдается активный рост промышленных предприятий, которые развивают швейную и текстильную, пищевую и перерабатывающую строительную отрасль. Первый завод в Кыргызстане по изготовлению одноразовых шприцов сегодня работает в полную силу. В настоящее время он выпускает около 200 тысяч шприцов с объемом 5, 10 и 20 миллиграммов. А также он является единственным производителем по выпуску инъекционных инсулиновых шприцов по всему Кыргызстану. Определение покрываем только Кыргызстан, но дальнейшее будем реализовать с соседними республиками и так далее. А по кредитованию можете рассказать? К кредитованию в прошлом году, в 17-18 году, мы получили Российский Кыргызстан фонд 200 тысяч долларов, чтобы произвести от производства. Один из старых железобетонных заводов, основанный еще в 60-х годах, сегодня работает в полную силу. Предприятие производит более 300 железобетонных изделий для строительства зданий и жилых домов. Новое оборудование, купленное на кредит у Кыргызско-российского фонда, обеспечивает необходимыми железобетонными конструкциями не только Оргызскую область, но и весь юг Кыргызстана. В советское время этот завод был одним из ведущих. Здесь трудилось около 400 человек. Но после развала Советского Союза работа приостановилась. Начиная с 1998 года завод уже работал в прежнем режиме. За все это время предприятие неуклонно развивается, наращивая не только темпы производства, но и расширяя ассортимент продукции. В том числе и снизились затраты в 10 раз. Республика располагает богатыми сырьевыми ресурсами для расширения производства строительных материалов. Одной из важнейших отраслей промышленности является добыча и обработка естественных облицовочных материалов. Так, в Карасуйском районе относительно недавно открылся завод по обработке камня «Травертин». Здесь в сутки выпускается по 800 квадратов плитки «Травертина». Там же недалеко от предприятия расположен карьер, откуда и добывается сырьем. Сказать благодарность руководству фонда и Айлбанку. Это очень удобный и очень хороший низкий процент. 5% годовых. Это очень большая поддержка для предпринимателей. Мы уже сколько, где-то месяцев, почти полгода пользуемся этими деньгами. На все эти деньги мы приобрели оборудование. Вот, как бы уже работаем. Поддержка малого, среднего и крупного бизнеса в регионах позволит создать новые рабочие места и улучшить инфраструктуру регионов. Со стороны Кыргызско-Российского фонда с 2015 года оказывается помощь в виде льготного кредита. Кредиты выдаются с минимальной процентной ставкой и сроком до 10 лет. Так было поддержано 11 бизнес-объектов. А это мясокомбинат «Келечек». Его основная деятельность – переработка мясной продукции. Мощность предприятия составляет 200 голов крупного рогатого скота и 300 овец в сутки. Благодаря кредиту Кыргызско-Российского фонда развития в 3 миллиона сомов мясокомбинат преобразовался из старого в новый оборудованный цех. Пока здесь создано порядка 60 рабочих мест. Но в скором времени откроется еще 80, говорят специалисты мясокомбината. Готовая продукция экспортируется только на местные рынки. У нас в планах открыть цех по производству колбасных изделий и мясных консервов. Тогда появятся еще дополнительные рабочие места. Ни для кого не секрет, что отечественная молочная продукция высоко ценится за пределами Кыргызстана. Цех по производству молочной продукции «Алайкуорганикс» готовит для потребителей разные виды сыра, серию продуктов курут и молочных напитков. Главная их задача – отличиться от европейских стран и сохранить национальную кухню. Мы хотели бы не просто копировать какие-то западноевропейские рецептуры. Мы хотели бы вносить туда наши национальные предпочтения и пополнять ассортимент молочной продукции, существующей на рынке Кыргызстана, и обогащать нашу национальную продукцию. Также в легкой промышленности определяющую роль имеет швейная промышленность. Она занимает ведущее место в производстве национальной одежды не только в Оржской области, но и в республике в целом. Мы шьем здесь платья и жилетки с национальными узорами. Отправляем их в основном на местный рынок Бештеки, Казахстан. Спрос большой. Здесь работает более 200 человек. Производимые товары региональных предпринимателей обеспечивают необходимые продукции не только жителей региона, но и соседних стран. В целях вывести предпринимателей на рынок евразийского пространства оказывается планомерная финансовая поддержка не только со стороны государства, но и Кыргызско-российского фонда развития. С начала года кредитный портфель фонда составил 338 миллионов. В настоящее время одобрено 1800 проектов. На берегу озера Иссык-Коль стартовал чемпионат Азии по тэквон-дом. Более 1000 спортсменов из 15 стран мира прилетели для участия в нем. В первый соревновательный день турнира были разыграны 58 комплектов медалей в разделах тыль и массоги, за которые бились более 200 спортсменов. В первый день кыргызстанская команда завоевала 80 медалей, 33 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых. Подробности в следующем сюжете. Соревнования за Кубок Азии в городе Чалпаната уже стартовали. Накануне состоялось их открытие. Концерт начался с парада участников, где от каждой страны прошел представитель. У нас с Южной Америки только две страны приехало. Бразилия, Аргентина, Америка, Канада. Ну, плюс Европы три страны. Англия, Молдавия завтра прям ночью, сегодня ночью прилетает. Ну, плюс еще азиатских много стран. Ну, все страны СНГ почти приехали. То, что сейчас это открытый Кубок Азии, ну, и позволило приехать с других континентов командам. В преддверии чемпионата прошел международный судейский семинар, организованный Ассоциацией Токвендо Айте в Кыргызской Республике. Как сообщают организаторы, 26 июня утром состоялось взвешивание участников турнира. В семинаре приняли участие 60 судей из 15 стран мира. На сегодняшний день у нас есть все условия для проведения данных мероприятий. И в организационном плане, и в организации безопасности данного проведения. Ну, и, конечно, география участников стран на чемпионате Азии. Кроме того, это дает толчок развитию видов спорта, вовлечению молодежи, детей, здорового образа жизни. Ну, и, конечно, это наш вклад в развитие Кыргызстана и как туристическая страна, как и спортивная страна, как и молодежная страна. Одним из сюрпризов концерта стало вручение Аманкулову президентом Федерации Черного Пояса 7-го дана Тэквондо. Он, в свою очередь, вручил президенту памятные медали Всемирных игр кочевников, которые не так давно проводились на этом же месте. До этого в Кыргызстане был один обладатель Черного Пояса 7-го дана, президент Ассоциации Тэквондо Айтеев Кыргызстана Эдуард Хигай. В первый соревновательный день турнира были разыграны 58 комплектов медалей в разделах тыль и массоги, за которые бились более 200 спортсменов. В первый день кыргызская команда завоевала 80 медалей – 33 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых. На втором месте в медальном зачете – сборная Малайзии, у которой 12 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Замыкает тройку лидеров медального зачета сборная России – 4 золота и 2 серебра. Спасибо. Конечно, мы все очень усердно готовились. Ну, готовились не только мы, готовились, получается, все страны, все, кто сегодня здесь, усердно тренировались не один год. Это результаты многолетней работы. Знаете, это, мне кажется, знакомо каждому спортсмену, когда ты стоишь на трибуне, играет именно гимн твоей страны, ты поднимаешь флаг своей страны. Вот с этим уже ничто не сравнится. Следует отметить, что соревнования проводятся в семи весовых и трех возрастных категориях. Они продлятся до конца недели, и уже 30 июня вся страна узнает своих победителей. За последние четыре года спортсмены нашей Федерации завоевали на чемпионатах мира 12 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых медали, а на чемпионатах Азии 25 золотых и множество серебряных и бронзовых наград. Наших спортсменов знает и признает весь мир. Алиса Левченко, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. В столице проходит 5-е Всемирное фестиваль опытов народов мира, посвященный 125-летию Саякба Каралаева. Программа фестиваля состоит из двух частей – научно-практической и культурно-познавательной. В рамках мероприятия проходит симпозиум, в котором принимают участие более 60 ученых и исследователей из 20 стран. Помимо этого, перед зданием Национальной филармонии – выставка народного творчества и прикладного искусства. Подробнее о следующем материале. Ученые-исследователи из стран СНГ, Балтии и Грузии собрались для обсуждения вопросов сохранения и развития эпического наследия, а также проблем и достижений в этой области. Симпозиум проходит в рамках 5-го Всемирного фестиваля эпосов народов мира. Как отметили участники, организация подобных встреч важна для сохранения эпосов исказительного искусства. Сегодня мы обсуждаем на этом симпозиуме те вопросы, которые могли бы помочь в деле сохранения наших эпосов, сказительского искусства. Потому что без сказительского искусства эпос окажется просто мертвым. Это касается всех народов, всех стран, которые имеют эпосы. Уровень организации высокий, говорят участники научной встречи. Вопросы эпического наследия тесно связаны с процессами, происходящими в современном мире, считает профессор Тамара Садалова, приехавшая для участия в симпозиуме из Алтайской республики. Я знаю очень активные движения по возрождению эпического наследия происходит у нас в России, в Сибири, в республике Алтай, Хахасии, Тубе. И это достаточно серьезно в течение многих лет это идет. И очень отрадно, что параллельно вот эти процессы на государственном уровне происходят в республике Кыргызстан. Важно, что это происходит на такой огромной территории. И вот как такие переливающиеся сосуды, мы общаемся, обмениваемся. Это очень важно для нас. В рамках фестиваля перед зданием филармонии организована этнографическая деревня. Гости и участники фестиваля могут посетить выставку-ярмарку ремесленного искусства. Из каждого области приехали граждане, поставили свои бузы. Из соседних стран тоже приехали гости. Они наши продукты очень хорошо смотрят, покупают и интересуются. В рамках фестиваля проходят конкурсы «Лучшая кыргызская юрта», «Лучший манасчи» и «Лучший дастанчи». Фестиваль продолжится до 30 июля. Чазгуля Теева, Телега Схатбеков, 5 канал. А сейчас мы передаем слово ведущему программы о главном Наре Маепу. Добрый вечер, Наре Маепович. Что интересного сегодня? Продолжение или, как сказать, эпилог к снятию неприкосновенности. Действительно, многие были виноваты и не мешало бы всем попросить прощения и у нас, и у общества, и у всех, кто их терпел. Удачного вам эфира. На этом мы заканчиваем выпуск. Наши материалы доступны также в интернете. Спасибо за внимание и до свидания. Далее прогноз погоды на завтра и передача о главном. Приятного продолжения вечера и хороших выходных. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ